Так, всем здорово! И сейчас я вам расскажу, как я отремонтировал кнопку на своей Sony AS200. Как вы все знаете, на Sony AS200 ей уже... вот сейчас 2020 год, ей уже 5 лет. У меня конкретно этот экземпляр 3 года. 3 года назад я его купил. И после 2-х, примерно 1,5-2 года использования, задняя кнопка начала накрываться, нажимать стало тяжелее, тяжелее. В конце уже приходилось давить, потом в какой-то момент я снял вот эту крышку и вот под кнопочку подложил фольгу. И вроде как кнопка нажималась через раз, потом эта фольга выпала, и кнопка вообще перестала нажиматься. И я понял, что пришло время что-то сделать, как-то ее починить. Нашел инструкцию на 4 PDA, как это сделать, и сейчас вам расскажу, как я это сделал. И покажу. Из инструмента вам понадобится маленькая отверточка. У меня есть такой набор, но такой набор иметь не обязательно, достаточно только одной отверточки крестовой. Сейчас мы подберем вот такую. И выполнять нужно так. Во-первых, открутить вот эти два болта. Раз. Туго прикручен. Два. Так. После этого поддеваем вот эту штучку и снимаем. Так, здесь болт. Не до конца. Так. Вытрушиваем все, что здесь есть. Эта кнопка у вас, вот эта часть сразу будет отпадать. Я ее выкладываю. И что мы делаем дальше? Во-первых, смотрим, что было сделано. Сейчас она выглядит вот так, но у вас она будет выглядеть примерно с пластикой вот здесь штучкой, которая, как правило, будет шататься. Что вам нужно с ней сделать? Это просто ее доломать и вывалить отсюда. Видите, ее здесь больше нет. А вот здесь нужно взять железку. Я взял скрепку большую. На примере вот есть такие маленькие скрепки, есть большие. Сейчас я вам продемонстрирую. Сначала я попробовал сделать из маленькой. Скрепки это вышло примерно вот так. Я ее уже покрасил, но она очень легко гнется. И поэтому кнопка не сильно упруго нажималась. И я понял, что нужно пробовать. И нашел я большую скрепку. Вот такая по толщине. Примерно, не знаю даже сколько миллиметров. Миллиметра три, наверное, она. Такая плотная, сложнее уже гнется. Вот ее пальцами сложно согнуть, но можно. И далее, плоскокупцами, нужно сделать деталь примерно вот такой вот формы. Вот здесь закругленная. И сюда и вот тут, чтобы выпирало. Конкретно вот так это должно выглядеть. Я ее потом крашу с баллона в белый цвет, чтобы все выглядело эстетично. Вот здесь пришлось чуть-чуть ее сточить. Она была сильно толстая и крышка не закрывалась. Пришлось просто грубой наждачкой стачивать железо. Потому что плотно она здесь не прилегала. И соответственно болт не закручивался до конца. И крышка при закрытии немножко люфтила. И кнопка сложно открывалась. Опс, кнопка сложно открывалась. Так, вот такой вот механизм весь. Вот кнопка в полном разборе. Здесь еще разбирается задняя часть кнопки. Так, сейчас мы тоже сразу разберем. Так, вам просто продемонстрировать. Все, кнопка в полном разборе. Как теперь ее собрать из такого состояния? Так, во-первых, ставим сюда дроссель. Открытие, закрытие. Далее кнопочка. Так. Далее идет защитный механизм. Блокиратор кнопки. И одевается сверху крышка. И здесь защелкивается. Все, эту часть кнопки мы собрали. Все, как мы видим, работает. Идем дальше. Из пластиковой карты. Вот старую можете взять банковскую карточку. Или магазин карточку, супермаркеты. Нужно вырезать вот такой кружочек. Вот, как мы видим, карта была такого цвета. Я нашел белую. Кружочек должен попадать вот сюда. Видите, здесь кнопка. Вот у меня он четко подходит. Так, сейчас возьму отвертку и поставлю его на место. Поставил на него не тем цветом. Так, все. Должно это выглядеть вот так. То есть полностью влазит сюда кружочек. Это для жесткости кнопки нужно. Так, далее я поменяю насадку на маленькую. Чтоб мне удобнее было продолжать. Далее я одеваю этот механизм. Его было снимать не обязательно. Но в моем случае он отцепился. Поэтому мне придется его поставить на место. Так. Вот сюда, вот здесь вот должна быть пружинка. Вот такая маленькая. Так, сейчас. Сначала ее нужно зацепить осторожно. Это тоже такое дело очень щепетильное. Так, положу-ка я камеру сюда. Так, ладно, поменяю насадку на поменьше. Так. О, вот это лучше. Надо использовать маленькую насадку. И давим на нее, давим, давим, давим. Все, готово. Кнопка на месте. Идем дальше. Вот сюда вы устанавливаете железку. И зажимаете ее плоскогубцами тут и тут. Хорошо так прижимаете. Здесь немножко вот должна выпирать. Примерно вот так вот. Вот эта вот точечка должна быть в уровне вот с этой точечкой. Примерно. Так. Идем дальше. Ставим далее механизм закрытия. Все. Теперь вот этот механизм начинаем справа налево. Все, село. Я меняю назад на крестовую. И закручиваю уже болты непосредственно. Так. У меня отвертка не магнитит, поэтому иногда неудобно закручивать. Но к этому можно свыкнуться. Так. И второй болт. Так. Как мы видим, тут детальки очень мелкие. И попадать достаточно сложно. Так. Все. Болты закручиваются. Закручиваем до конца, чтобы было туго. Но если сильно перетянете, то у вас не будет вот здесь открываться неправильно. Тогда нужно немножко расслабить вот этот нижний болт. Вот сейчас... Ну, вроде нормально. Давайте еще сильнее затяну. Так. Так. Ну, вроде нормально. Давайте попробуем надеть. Видите, немножко до конца не закрывается. Нужно усилие. Это плохо. И открывается туго. Значит, нужно расслабить на один круг нижний болт. Если у вас такое происходит, то сделайте так. Так. На один оборот. Все. Теперь все четко. Все с первого раза открывается, закрывается. Даже можно чуть-чуть еще подтянуть. А ну. Вроде все плотно. Все, как мы видим, все вернулось на место. Открывается, закрывается. Кнопка. Проверяем самое важное. Все, все закрылось четко. Нажимаем. Все, камера включается. Блокиратор работает. Легонько. Как мы видим, достаточно вот нажатия мизинцем даже. И камера работает. Также для себя, если вы хотите более легкое нажатие, можете немножко наверх подогнуть вот эту проволоку. И тогда нажиматься будет легче. Либо наоборот, если у вас сильно легко нажимается, можно проволоку немножко выгнуть назад. И вот этим вот не забывайте регулировать открытие здесь. И вот смотрите, чтобы тут не выпирало. Это очень важно. Иначе оно будет плохо закрываться. И после вот этих всех, скажем так, не сильно сложных махинаций, у вас будет полностью рабочая камера, которая будет включаться сразу же. Также в боксе. Последний, наверное, раз, когда я пользовался боксом, она у меня вообще не включалась. Приходилось вот так стукать по этой кнопке. Сейчас, как мы видим, легонько нажимаем мизинчиком. То есть камера срабатывает с первого раза без задержек, без какой-либо силы. Надеюсь, вам поможет эта инструкция, и ваша камера будет снова снимать хорошо, и кнопка работать идеально. Спасибо за просмотр. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok